Раз в неделю Именно столько достаточно взрослым людям для полного удовлетворения В этот день у неё не болит голова А он не ссылается на занятость и плохую экологию Раз в неделю мы запираемся в студии вдвоём И предлагаем всем желающим присоединяться Остроумный аналитик Михаил Губин и эксцентричная болтушка Элеонора Рузвельт Делают это, это в прямом эфире Радио Болтком Раз в неделю, каждую среду в 15.00 Один лишь раз Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Как всегда в это время на радио Болтком передача раз в неделю Разговорно-познавательная иногда музыкальная программа В студии, как вы слышали, Элеонора Рузвельт И Михаил Губин И прежде чем мы начнём нашу программу Нужно же поздравить, я с ней впервые в праздничный день в эфире Болткома И от нашей программы вместе надо поздравить же радиостанцию С днём рождения, с семилетием знаменитым, как говорится Семь лет в эфире, Мон Амур, скажи цветами Вот всё вот это вот Семь лет один ответ, как говорится Да? Какой? Положительный Слава Богу! Это хорошо Ну что, и действительно, как все эти практически семь лет Выходит наша передача в эфир Да, буквально уже Да Какие мы, Михаил Да Уже Опытные Заслуженные Заслуженные, мягко говоря Люди, да И всё время мы приглашаем в эфир наших, вы знаете, современников Так уж повелось Удейных людей, искренне увлечённых своим делом Да А делом непростым, и сегодняшние гости наши увлечены И делом, поистине, я бы сказал, всемирного масштаба О, да-да-да-да Дело в том, что у нас сегодня в эфире, у нас в гостях Организаторы фестиваля Уникон Латвия Сергей Парваткин, в скобках Парва И Анастасия Толмачёва, в скобках Стася Это, я так понимаю, их кодовые имена В мире комиксов, фэнтези и прочей манги В которой, Миша, нам и придётся сегодня разбираться В которой придётся нырнуть Нырнуть Да, потому что к нам пришли люди в просторечии, именуемые нами косплейщики Да? Да Только это главные косплейщики Латвии Потому что они организаторы увеселений для других косплейщиков Ну, они же совет принимают в них участие тоже Да Конечно Да Как мы уже выясняли за эфиром Действительно так, и в эфире мы это выясним И давайте ещё телефоны в студии назовём У нас же есть две телефонные линии Телефоны в студии 67212-93-9 И 67213-93-9 А также пишите в окошко видеочата Да, на сайте mixins.lv И всё это мы говорим не зря А потому что сегодня вы можете принять участие В розыгрыше билетов на мероприятие О котором сегодня наши гости нам и расскажут Да, да Здравствуйте ещё раз, дорогие Сергея и Настя Здравствуйте Здравствуйте Для нас Ну, в двух словах Уникон это фестиваль, конвенция На котором представлены большинство популярных течений И увлечений молодёжи Ну, популярная культура То есть те же комиксы, как вы уже упоминали Те же косплейщики Ну, косплееры, да Это переодевание в костюм Прилюмого персонажа Затем компьютерные игры Консольные игры Настольные игры Рисование У нас будет ещё конкурс для тех, кто рисует Ну и всё остальное с ним связано Сопутствующий И всё это будет в Доме культуры завода ВЭФ Как я понимаю, 2-3 августа этого года 2-3 августа Дом куберез культуры ВЭФ Дворец И я как понимаю, что вот Объясняю энциклопедически Что косплей – это форма воплощения действия Совершаемой на экране Либо прорисованного, как я понимаю, в комиксах Изначально возникла в Японии То есть фанаты жанров японских комиксов Аниме и манги Изображали своих любимых героев В натуральную величину Как бы одеваясь их в их одежду Потом подражая всяким их повадкам А потом это всё постепенно расширилось Захватило запад Захватило запад И уже туда И вылилось к нам Вылилось к нам И туда же уже помимо героев комиксов японских Попали классические американские супергерои А также теперь уже герои фильмов и сериалов Да, что очень важно Не так ли? Это именно так, как вы говорите Это просто какой-то феномен Который прошёл по всему миру И теперь даже есть в Латвии То есть он уже Приблизительно 10 лет был в Латвии Но был другой фестиваль А теперь мы объединили всех-всех-всех Теперь у нас есть не только косплей Но ещё многое другое То есть изначально Второй год вы уже проводите его Да, в этом году у нас будет второй раз Начиналось это чисто как Среди любителей японских комиксов И мультфильмов Да, да, да Это начиналось как японский фестиваль А сейчас можно косплеи делать И по японской мультипликации По компьютерным играм По манге По комиксам По сериалам, фильмам Чему только он не может И это не какая-то там Жалкая, знаете, кучка каких-то вот Маргиналов Маргиналов, да, простите, пожалуйста Это же какое-то совершенно невероятное Повально масштабное увлечение Достигающее таких высот воспроизведения Вот мы знаем даже по фильмам Многим со временем Там герои едут на Комик-кон куда-то Какие-то костюмы делают невероятные Ну катала, это в мире Хорошо, вот насколько в Латвии Всё это развелось Это уже, как я понимаю Развело через «и» И я понимаю, что это уже второй Також Что было на первом Много ли людей Много ли ожидаете на нынешней Ну в прошлом году у нас было около Тысячи человек Неплохо тоже, да, Миша Затем до этого на фестивале было 300-500 человек Но тем, что мы объединили всех вместе Стало больше людей В этом году мы ожидаем Со всеми гостями из Литвы и Эстонии Даже из Польши у нас были спрошенные гости Мы ожидаем около 1200-1000 Может быть полторы тысячи человек Это мощно И все эти люди будут В том числе в каких-то костюмах? Или не обязательно? Нет, ни в коем случае То есть вы пускаете всех Не только в костюмах? Да, пускаем всех Но просто костюмы – это лишь сегмент Всего мероприятия Например, если людям неинтересно Мы их не заставляем, не принуждаем Всё добровольно Некоторые просто играют в компьютерные игры Вот я, если к вам вот эта толпа в костюмах И что она там будет делать Внутри этого дворца? Ну, допустим, если они заранее подали заявку То они смогут выступить на сцене Показать себя, свой образ, свой костюм И могут получить даже за это призы За свои старания Но если, например, вы не подали заявку Вы всё равно можете прийти в костюме И я уверена, что найдётся просто толпа людей Которая захочет с вами сфотографироваться Потому что вы будете в классном костюме А если сам придёт, скажи, ряд одинаковых героев А так и бывает, наверное, каждый Нет, такое бывает И такое бывает на каждом фестивале С этим ничего не поделать Потому что есть очень популярные герои Которые всем нравятся И всем хочется их сделать Но мы рады любому костюму Который только будет Если одинаковый, среди них хорошо выявлять Кто самый лучший Кто самый жалкий Ха-ха на двух мест Соперничество, да? Сразу какое-то возникает Давайте, кстати, вот Поскольку у нас не так много времени А есть билеты на мероприятия Которые нам милостиво предложили разыграть Наши гости любезно принесли Да, очень красивые билеты Повторим тут единорожиком Давайте ещё что-нибудь спросим Например, вот спросим такой вопрос Первое, что приходит в голову Вот если вы бы пошли, пойдёте А может, вы и пойдёте на это мероприятие То в какой образ бы вы хотели бы там воплотить Косплеить Косплеить, да Как говорит молодёжь Какой вот вы костюм бы хотели Будь у вас, допустим Предположить, неограниченные даже возможности Да, какие-то элементы костюма Вы могли бы любые иметь То расскажите нам Дозвоните про этот костюм Костюм вашей мечты По сути, это вот карнавальный костюм С небольшими поправками на современную жизнь То есть это действительно Это эти комиксы, сериалы Какие-то технологические персонажи Хоть американские же фильмы тоже, да, косплеят Там все халки Там эти супергерои Вот эти все Халки-то не хватит Зелёнки, это же сколько надо А там, слушайте, такие халки бывают Как посмотришь фотографии с этих коми Там такие бывают По два человека в одном халке Да, вот если вот как бы Нам тут понравится ваша идея То вы можете вполне бесплатно Вот мы вам дадим билеты Два даже, да? Да, два Ну, каждому человеку уже хочется жить Пройти вот на это мероприятие Вот, вот И второй дополнительный как бы вопрос Вы можете, если у вас нет своего костюма мечты Вы можете нам с Михаилом Что-нибудь посоветовать А, да, посоветуйте нам Посоветуйте нам Билетно по возможности А там у нас как раз билеты есть А мы вот только не знаем Не знаем, в кого бы приодеться, да Туда, да Вот, а третье ещё Вот ещё дополнительный бис У нас есть вопрос Кто отгадает, кого косплеит Сергей Тот тоже молодец И тоже получит билеты Да, от Сергея А Сергей, прямо скажем Из ныне модного сериала Ну, зачем же так-то Из ныне модного сериала Полите, да В общем, звоните нам Давайте ещё раз телефоны назовём Звоните нам по телефону 67212-93-9 67213-93-9 В прошлом году Скажите, пожалуйста Среди костюмированных персонажей Косплэши Какие тенденции были Значит, самые популярные Какие там были костюмы Самые удачные Кого было много Ну, популярнее всего Конечно же Японская мультипликация И манга Потому что это именно Что-то традиционное Но в прошлом году Из таких интересных косплеев Была По настольной игре Которая называется Warhammer 4000 То есть девушка в доспехе Там вот с такой Исписанной книгой То есть это было Вот даже я не могу вам Передать это нормально Но это было Просто феноменально То есть человек Проработано, да? Очень проработано То есть в игре Есть фигурки Которые заранее нужно Перед тем, как играть Нужно разрисовать И вот она сделала Именно в полный рост Этот костюм Который вот такими деталями Разрисован И вот это было феноменально Она получила первое место За косплей О, да А там же вот свой престиж Как раз, как я понимаю Насколько вы вложились Насколько детали проработаны Насколько креативно А даже не дороговизна Какая-то костюм А вот вот эти все мелкие вещи Да, оцениваются Да, да, да Насколько вот вы смогли Передать им на персонажа Насколько вот это Качественно сделано И практично Потому что иногда Можно сделать Очень красиво Но по-настоящему Ты не сможешь сидеть Ты не сможешь пройти в дверь Потому что невероятно Большие крылья То есть все надо Заранее продумывать Крылью мешает А надо ли как-то Еще изображать характер Вот этого персонажа Да, это очень важно Потому что ты должен Вжиться в героя Например, если у тебя Герой веселая школьница Ты не можешь ходить С угрюмым лицом Хорошо А если когда Какой-нибудь сволочь Который всех убивает Там норовит Пырнуть ножом Надо быть злым Ну не надо никого убивать Вы просто избегаете этого Да Давайте примем Первый звонок Здравствуйте Здравствуйте Меня Андрей зовут Андрей Я хотел бы вот Бесплатно поделиться Ну для ведущего Ну это мужской костюм Для Миши? Очень недорого И креативно Так Персонаж сказки Такой был Потребуется Только одна корона Больше ничего Голый король называется Вот так вот Тепло Хорошо Ведь не лето На дворе Не зима Да Спасибо вам Смело Эротично Волнующий Да спасибо вам большое Андрей Что вам такой совет Как вот Кстати вот Сразу зацепили тему Вашим счетный вопрос Если кто-то вот придет В образе персонажа Ну скажем Комикса Фантастической четверки Там есть девушка Которая обладала Пособенностью быть невидимой Но для этого Ей нужно было Лишаться одежды Если бы кто-то придет В таком образе Я? До фазы невидимости Да Спустят ли ее? Я сомневаюсь Потому что все-таки Это общественное мероприятие То есть тут именно Все правила Все законы Тоже на него работают То есть вы не можете Ходить голым Хорошо Ладно А если придет кто-то Скажет Я персонаж Скажем Компьютерной игры Вольфенштайн И придет в фашистской форме Со всеми Этими атрибутами И знаками Но фашистов Я думаю Много на таких Тоже встречаться должно Это же злой герой У нас запрещено В общественном месте Символика Это соответственно Это очень хороший вопрос На самом деле Да Но если запрещено Как бы мы Законными работаем С нормативной базой Да Если запрещено То это запрещено То есть мы не можем Сделать Войти по тёплу закона Да Но если он как-то Заменен На что-то схожее На что-то похожее Гамма заменена Но как бы Это персонаж Он такой есть Ничего с ним не поделаешь Хотя не знаю Помнит ли кто-то Компьютерную игру Как она заслужит Вольфенштайн Что так Сейчас вышла вторая часть Вышел ремейк И как бы я сам Не играю А Свинители помнят Да Активнее просим Звонить Смелее наших слушателей Вот звоночек Не успели принять Простите Да А сейчас бы вот приняли Звоните Звоните 6-7-212-213-93-9 Напоминаем Что вопрос Кого значит Вы бы сами хотели Косплеить С Михаилом Вот уже тут поступают Смелые версии И можно угадать Еще кого косплеит Наш гость Сергей Организатор Уникона А Уникон Обыгрывает название Все таки Вот какое-то Комикон Еще вот эти Знаменитые фестивали Западные И японские Да Изначально Ну да Совершенно верно Мы вдохновлялись Дрэгонкона О Дрэгонкон Да Дрэгонкон Комикон И все остальное Уникон Это как видите Единорог По-английски Юникорн Соответственно Мы думали Название Уни Универсальный Кон Конвенция Итак Игра слов Уникрон Универсал конвенция Вот так вот Примем Пожалуйста Еще раз звонок Здравствуйте Скажите Вот я не в курсе Там В комиксах Японских Есть Такие персонажи Как Адам и Ева И поскольку Вот вы Элеонора И Михаил Закрываетесь По средам И делаете Это Значит вам Подходит Адам и Ева Костюм И нельзя же Осуждать Адама и Еву За их костюм И костюм Есть костюм И удачи вам Спасибо Как вас зовут Простите Трубку Слушательницы Не успела Как-то вот однообразная Несколько фантазий Ну я рад Слушательница А кто бы мог знать Мы только сегодня В семилетии Балком Мы узнали Что все-таки У наших слушателей Да Подспудно Это желание Раздеть нас А я всегда знала Я всегда верила Нет давайте Адам и Ева Годятся ли вообще Вот скажите пожалуйста Да безымянная Радиослушательница Да 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 Так Ну кроме Все-таки кроме костюма Вас Вот я прочитал Ваше Вот разнообразное меню Программа богатая Что да Программа богатая Что будет представлено Также разнообразие И других мероприятий Культур Как-то написано Настольные компьютерные Консольные игры Расскажите об этом пожалуйста Ну совершенно верно У нас есть партнеры По настольным играм Это магазин Хоббишоп Который предоставляет Ну ты же Монополия Что было понятно Да По тем же играм престолом И по всем этим играм У них будет Свободная игра Будут стоять столы С настольными играми Будут турниры проходить Призами от ниже По приставкам Будет Плейстейшн Будет Иксбокс И получается Люди вот там придут Как прилипнут И им плевать на все Они будут играть Вы знаете же Эти игроманы Они же такие У них Такая зависимость В теории это возможно Да Но обычно нет То есть в прошлом году Такой проблемы не было То есть как бы Уступает Потому что Там на реках Будет много желающих Поиграть То есть какая-то Перемена игроков Будет Да да Будет ротация Будем совсем там Наглых прогонять Конечно же А что за игры то Компьютерные Компьютерные будут Сейчас популярный Херстоун От Близзард Будет турнир А по приставкам Будут файтинги Мортал Комбат Многим известным Стритфайтер Ого Мортал Комбат Еще в топе да Да Они пересдают Постоянно новые версии А что сейчас Грузите пожалуйста Ликвидируйте Нашу безграмотность Компьютерно Игровую даже А какие сейчас Вот такие Намбер ван Может быть игры Во что сейчас Играет молодежь Самые какие-то Рейтинговые На ваш взгляд Ну кто постарше Наверное играет Ну как постарше Да Студенты играют Всякие Лига легенд Дота А кто помладше Они играют В шутеры Call of Duty Counter Strike Это они между собой В основном Да в основном Между собой То есть израильные люди По сети Да Ого Они обычно играют Вместе Или друг против друга То есть людям нравится Общаться Всем уже надоело Сидеть одному Там вот так вот Сидеть и играть А вместе веселее Ну да Ну в принципе это стереотип Что игроки Это такие одиночки Которые сидят Ни с кем не общаются Это уже давно не так Игры они объединяют По интересам В принципе мы тоже Занимаемся тем Что объединяем людей По их интересам А есть возможность Да Прямо за разных персонажей Вместе Да В режиме реального времени Да Именно так Ох То есть люди так знакомятся Там семьи создаются И на полном серьезе У нас примеры есть Да Это все А расскажите же такую историю Во что они играли Ой ну они играли Популярную ММО Онлайн игру World of Warcraft О Я слышала Да Ну у нас тоже такие истории есть Да И они что А там надо было убивать им Да Людей Ну как людей Ну все виртуально Как людей Там больше как игра против Там больше как игра против компьютера То есть Ага Но они вместе играли Вот именно Вместе складывали свои силы Заодно они были да Да заодно На одной стороне Вот так вот они общались 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 Стали сначала хорошими друзьями Потом все лучше Все лучше И вот так в итоге Стали вместе Да И поженились Прям на самом деле Да Вот так обратите внимание Одинокие женщины И другие Ну звоните нам Наверное все таки уже Во второй части Сейчас мы Прервемся на Короткие новости И рекламу А потом продолжим Да Поступали звонки Вот сейчас не успели Примем Сейчас всех примем Сразу после выпуска Не забудьте Что мы разыгрываем билеты Да Вы слушаете Радио Болтком А конкретно Передачу Раз в неделю Продолжаем разговор С нашими Гостями У нас в гостях Организаторы Фестиваля Юникон Латвия Сергей Порваткин Анастасия Толмачева И в рамках нашей передачи Можно выиграть Билеты Билеты На замечательный Этот фестиваль По два победителя У наших гостей Обещали За ответы На следующие вопросы Да Какой вот ваш В образе Кого бы вы могли бы Явиться бы На это мероприятие На этот фестиваль Какого бы вы изобразили Героя комиксов Соответственно Сказок Фильмов Сериалов И прочее Именно вот такие Люди там и собираются Какой косплей Вот вы хотели бы Значит могли бы изобразить Либо вопрос Кого бы вы нам С Михаилом Посоветовали бы С косплеить Да А также вот если вы смотрите На Смотрите вот нашу Трансляцию На сайте И видите вот наших Гостей То возможно Вот вы бы могли бы Дать ответ Кого именно Вот В каком образе Престанет на этом фестивале Наш гость Сергей Сергей да Вот Звоните нам И скажите телефоны Телефоны не сказали 6 7 212-93-9 6 7 213-93-9 И пишите нам На сайте Mixon.tv Там написали Вот WH-40-1000 И наши гости Понимают этот язык Мы сказали Что это значит Вархаммер 40-1000 Нет Непонятный ответ На что это Нет Нет Это Сергей Может сказать Что он по сериалу Даже А не по игре Компьютерной У меня написано Гости фестиваля Иностранцы Много ли приезжает Действительно гостей Откуда Кто они Ну в основном Приезжают гости Из ближних стран Из Литвы Из Эстонии Из России Девочки Хоть в России Простите Много Своих этих самых А вот едут к нам Ну едут к нам тоже Да Как раз Девочки По которой Анастасия Она была из России Из Санкт-Петербурга Победительница Прошлого года Да Вот Затем Сейчас мы работаем Активно Над новыми гостями У нас будут Приглашенные гости Из Польши Как раз таки Если брать Тему презентаций И мастер-классов Это Полячка Из Кракова И Поляк Из Варшавы Что характерно Вы поляки А те что Мастер-классы У вас на конференции Мастер-классы То есть А что там И кто там Что будет Преподавать Вести Показывать Как раз гости Будут рассказывать Про косплей Как его лучше делать Девушка Довольно Известна В наших кругах Она Ездит на все Крупнейшие мероприятия По Европе Вот Молодой человек Будет рассказывать О том Как лучше ставить Сцену боя На выступление Время выступления А также будут Различные Поглашенные гости Со своими презентациями Видеоблогеры Стас Давыдов О, знаменитый Ну да Даже без него Кстати, тоже Из нашей среды вышел Затем будут Из местных Бабдрайв И Ликей Тоже Видеоблогер Ликей И этот же Хип-хоп А что видеоблогеры Будут Показывать Свои какие-то Видеоблоги Нет, они будут Рассказать о себе Презентовать Свои новые проекты Такого плана Еще мы Настольных игр И там в нее Играем И всем Очень нравится Вот тут спрашивают Наши Радиослушатели Сергей Случай Он не доктор А с большой буквы Косплеить будет Это может даже Доктор Кто Имеется ввиду Мне кажется Знаменитый Наверное Но это уже пройденный этап Его я делал в прошлом году А видите как Прочувствовали вас Это персонаж Из британского телесериала Доктор Кто Ну сложно объяснить Там целый фэндом Он злой маньяк какой-нибудь Он добрый Он добрый доктор Может ответить на второе вопрос Почему косплещики Пришли не в костюмах Чтобы вот интригу сохранить Вы же как раз и спрашивали Про их костюмы Вышедительный фестиваль Если вы хотите Кстати сами в костюме Часто вы обязательно Заранее нужно Заявку подать Да Зарегистрироваться как-то Но уже время подачи заявки Закончилось Уже не я Уже не я Можно прийти Можно прийти А у нас тут написано В программе Танциальное выступление Да Также мы принимаем заявки На танцы То есть люди в косплеях Или не в косплеях Выступают с каким-то танцем Обычно это пародии На какие-то Например японские видеоклипы Или корейские Сейчас в последнее время В основном это корейские Сай да Пресловутый там Да 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 Гэнгом стайл который Да 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 То есть это очень даже возможно То есть у нас это не будет Как-то мы это обошли В прошлом году и в этом На удивление Но да Люди любят и выступать И просто выступать И танцевать То есть это такое совокупное торжество Молодежного такого Компьютерного мира Да там и всякие И игрушки И костюмы И гэги какие-то И не обязательно там Восточно Не восточно Просто все чем интересуется По сути молодежь в интернете Да Блогеры И все это будет два дня Два дня Потому что служитель звонил Но просил трубку Не дождался до паузы в беседе Демильге вернитесь Звоните еще Мы же ждем Да может быть у вас Как раз возможности Выиграть билет на это мероприятие Что еще хочу спросить Рукоделие По поводу рукоделия У нас Во-первых Если не ошибаюсь Есть небольшой конкурс По поводу него И у нас на месте Будут продаваться Вяженные Разные виды бижутерии Аксессуары Шапочки Которые были сделаны Своими руками Девушками Которые будут там же Их продавать То есть вы сможете прийти И вот если вам нравится Такой стиль Как готик лолита Вы сможете себе Приобрести красивую шапочку И сможете Даже уже на фестивале В ней ходить Готик лолита Это какого Черного цвета нибудь Многие да Но они Готик лолита Не обязательно черные Они могут быть даже розовые Но просто у них там Такой определенный стиль То есть у них там Таких платформов Такой юбочки С бантиками Это ж вместо киберпанка Наверное и сейчас Да Или как киберпанк Старый добрый Вообще держится Еще кто-нибудь Практикует его Практикует Мало но есть Мало но есть Не будем вас так запугивать Скажем вообще про хорошие Нюансы Кроме этого Это вполне Это же интересно Кроме этого У нас еще Мы идем еще дальше В Америку Ну и же в Южную У нас будет Почетный консул В Мексике Делать презентацию По поводу Популярной культуры В Мексике Давайте сейчас За ног Примем Чтобы слушатель Не обиделся Не бросил трубку Здравствуйте Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут Виктория Очень приятно Я в прошлом году Тоже принимала Участие В Юниконе И в этом году Тоже буду В этом году Буду косплеить Алису С сердца Пандоры И вот Мне кажется Что Парби Очень подошел В костюм Эпплджека Из My Little Pony А я знаю даже Кто это Это пони Такая маленькая Да Смешной Да А вы значит Алиса Из сердца Пандоры А расскажите нам Пожалуйста Вика Это что у вас было Хоть примерно Чтобы мы поняли Какая это героиня Такой как бы Воитель За добро Воительница За добро Что у вас было Что на вас было Надето примерно Расскажите пожалуйста В прошлом году Мы косплеили С друзьями Персонажи Из Дурарара Как бы Я девочка Но мы все равно С друзьями Решили переодеться В мальчиков Вот так вот Да Вот они Миши Вот это Видите Вот это Молодежь Сумасшедшая Вот это Вот они Вот и есть Золотые А есть ли у вас Вика Билеты вообще Или вам Вы тоже нуждаетесь Так чтобы мы понимали Хотелось бы выиграть Да Лишними Поняли вашу позицию Спасибо большое И сразу Следующий звонок Вот она Молодежь Она Достучались мы До сердец Здравствуйте Добрый день Добрый день Как вас зовут Андрей Андрей Кого вы косплеите Андрей Я не косплею Ну просто Эта тема такая Интересная И я играл В одну игру То есть Аниме я не смотрел Японское Но есть такая игра Lineage И если бы я пошел На это мероприятие То я бы Конечно Есть такой там Орк Это здоровый Здоровый орк Дестроер И он С таким огромным Мечом Который тянет За собой По полу То есть Такое Это выглядело Я думаю Очень даже интересно А как его делать Интересно А бывают же гигантские Да Персаты Тот же Халк Крупный Да Что то подобие Тоже зеленый Такой орк Такой у него Прическа Такая панка Глаза разрисованы Красно Такие Злые Такие Как его зовут Очень было прикольно Еще раз А вам бы Наверное С той же игры Наверное Подошел бы Образ какой-нибудь Эльфийки Черной Эльфийки Там она Очень интересная Одежда У нее Один Один бюст И Низ Маленький Я бы назвала Спасибо вам Андрюша Спасибо Миленький Я бы назвала Что она В бронелифчике И в бронетрухиках Да Бронелифчик Слушайте Вот что мне нужно Я лучше бронелифчик Спасибо Фиона Фиона Шрек Шрек Бронелифчик Темная готичка Кто там эти Вот пошло Поехало Звоните нам Еще Есть пока возможно Есть билеты Которые мы можем Вас примировать Бронелифчик 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 Вот что нам Миша нужно Какой быть такой Мне кажется Перформанс Мы с вами замутили Хочешь за счет Просить Четкие дальше Что будет Современное Молодежное Изобретение искусства У вас тут объявлено Что имеется ввиду Ну у нас есть Я уже наверное Напоминал Не помню В эфире или нет Это конкурс Художников Домашний Да Люди Рисуют По заданию Темы Кооперация И помощь друг к другу Это домашний конкурс Да От руки То есть заранее им дается задание Какое-то То есть они уже получили задание И как раз в пятницу Мы собираем работу А можно Жить какое Задание Или секрет Задание Нужно нарисовать Все что угодно В теме Сотрудничества Кооперация А То есть можно От руки Можно дигитально Кстати Сергей Вы так и не ответили Насчет Литл Пони Я конечно знаю Что это такое Можно У нас и будет Я сам Косплеил В свое время Вы тут косплеили Пони Да Что там такого Не стесняется Видите Как это Какой-то мир А как вы делали Костюм Как вообще Что это Ну я Упрощенную версию Мы делали Не самих конечно Поняшек Мы делали Человеческую версию Хуманизированную Я был Мужской версией Твилайт Спаркл Главной героини Там их шесть А что вы говорили А ничего Просто ходил Улыбался С журненной палочкой Они же милыми голосами Должны что-то говорить Ну я Утрешек молчу А где Сергей Какая причина И вот звонок Еще давайте Сразу прим Здравствуйте Вот знаете Я здоровалась Вы меня видели Я же вас сказала Не раздеть А здесь костюм Листками Костюм Евы Да Потому что даже у Королевой Есть сценический образ Евы Но вместо фигового листка У нее И сразу Такой треугольничек Но она конечно Публику шокировала Ну а сейчас И демографический вопрос А может Это повлияет После этого Как вас зовут Как вас зовут Простите пожалуйста Как вас зовут Меня Света зовут Света очень приятно Да А то у вас написано Как безымянная слушанница Теперь мы знаем Что вы Света Спасибо огромное Не обижайтесь Я вас Раздеть не хотела Спасибо Наоборот Наоборот Восхищены Спасибо большое Нам очень приятно Мы не обижаемся Мы не обижаемся Дома косплеера Есть сериала Игра престолов Я не Да Или Принца Оберина Мотелла Нет Но уже Ближе Ну даже Скажем Что Игра престолов Правильно Потому что Да Чтобы угадали А смотрите Как вас все видят Джейми Я тоже первая сказала Джейми У меня рука еще есть Но это не важно У вас есть очарование А Джейми Там знаете Ух там он какой Там красавец Такой Этот В смысле Бабник В смысле Неважно Ну и еще Наша радиослуша Все таки поддерживает Идею Мой литл пуни Понравилась Ему она А почему-то очень популярно А как вообще Какая-то ерунда Вот пони Совсем детские темы Внезапно становятся Вот этими Мемами Темами Которые уже довольно Такие половозрелые люди Да Вот с них как-то Получается Юморят Там Обмазываются Этими пони Почему сразу ерунда Да Как бы Да Детские мульти Никто не спорит Да Первоначально Он был ориентирован На аудиторию девочек Младшего школьного Дошкольного возраста Эй Баттерфлай Что-то вот такое Это же все очень мило Да Мы живем В нашем мире Какой-то Таким Какой он есть А то что мы видим На экранах В принципе Существует Это то что мы хотим Видеть вокруг И в себе А мультик Очень добрый Про дружбу Про светлые качества Людей И людям этого не хватает И они находят Это в этом мультике То есть Да Странновато Конечно выглядит Но Тем не менее Ничего плохого В этом нет Мимимия Что называется И это хорошо Что с этим Тем же могут Даже и Что называется Угорать Как-то И ироническая И веселья Независимо от возраста Причем нам Наши радиослушатели Средам пони Пони фаги А вот собственно Основоположники Японской анимации Представляют Как-то их Героев Японских комиксов И мультфильмов Ну да В качестве косплея Всегда есть Такие костюмы Тоже есть В принципе Около Около Половины Это основная часть То есть Именно из японской Мультипликации Манги Это основная часть Потому что К чему Ну именно Эта группа людей Привыкла Это что-то традиционное Почему делают косплей А потом Уже начали появляться Косплеи По Игре престолов Там же О фитерном игре Да И всему тому кому Потому что Я их даже Как-то там Потому что Я лично Кроме Это вот Сейлор Муна Мультфильма 90-е годы Просто я тогда Работал в телепрограмме И там как-то Вынужден был Знать Знать Ничего Я так ничего И не знаю Как там оно дальше Пошло Сейлор Мун был в прошлом году Я понимаю Что на самом деле Там все Неимоверно Уже все Ушло вперед Да Невероятное количество Аниме вышло Просто невероятно Каждый год Выходят сотни Новых Кому Мало кому Интересных проектов Они здесь разбираются Да Рас такой интересный Они даже знают Как их всех зовут Как я понял Люди Специалисты А бывают такие костюмы Знаете Вот у нас были Или в прошлом году Может какие-то Такие уже сложные технологии Что в шимоте Стреляло там Откуда-то Вода Там кровища Не знаю А пиу-пи-лазеры Или пока еще Ничего такого Дорогостоящего У нас не удавалось Воплотить Пиу-пи-лазеров Конечно не было То есть Есть уже костюмы Когда вставляют В костюм Светодиоды И костюм светится Круто Вот И там Появляются крылья Те же Например В прошлом году Был косплей Салар Мун И она была Такая вся в белом И с большими белыми крыльями То есть было очень красиво В этом году Поняшки будут С крыльями Само же видео А вот герои Традиционных Американских комиксов Которые вот Ну Классические Бывальные Супермены Супермены Спайдермены Женщины Не так давно Был фильм Назывался Эвенджерс И там вот Было два персонажа Локи и Тор И у нас На фестивале Будет женская версия Этих двух персонажей А так можно Да Можно То есть Применил фаназию Да И будет самка Тора Что же он будет Ходить с топором Эта девушка С молотом С молотом То есть Нет Тор клевый И Локи тоже Ну Тора А она что Получается Торше Ну а что А я бы кстати Косплеила Вот как раз Мне по фактуре Подходит С шутки-шутками Она сейчас Новости проходит Что сам Марвел 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 меняет По персонажу Ну не Пола А там Всевселенная закручена И что Тор Скоро будет женщиной Да Это официально А как же это У него же Подруга Ну как бы меняется То есть Там по молоту Все Он передает молот Кому-то другому персонажу И новый Тор Это Женщина Женщина Придет как бы Я сам еще не разбирался А потом Чернокожий Естественно Одна нога Лесбиянкой Это ваша фантазия Я это сказала Да О боже мой Две минуты у нас осталось До конца Последний шанс Дозвониться Во-первых сказать Кого косплеит Из Игр Престолов Из Игры Престолов Кого косплеит Сергей Да Да Но не Джейми Вот И что И мы можем уже Медленно начать Подводить И такие Какие-то мишечки Значит Вот насчет бронелифчика Для вас Мне очень понравилась Это мне очень понравилось Это кто был Значит Это был Андрей Сам-то он Кстати Хочет из Лайн Эйдж Огромного орка с мечом Какого-то Изобразить Воплотил Да Вот Андрей Мой любимец До моего сердца Виктория Юная Прекрасная Значит Уже профессионал Этого косплея Она уже значит Была в прошлом году Я так понимаю Алиса из сердца Пандоры Сергею Она Эплджека Посоветовала Поразорливо Угадав В этом году Она будет Алиса из Пандоры И я получил ее заявку А сейчас она будет Алиса из Пандоры Да Вот молодец Девочка есть Значит Михаил Голый король Посоветовал нам Андрей Такая у него мечта Света позвонила Дважды Да Адама Ева Нам значит Настаивает Не сказала причем Кому Ева Кому Адаму Сказали вроде да И кто-то еще писал Значит Вархаммер 4000 писали В интернете Да Писал Вроде все В интернете Да Кто-то писал Даже могу найти там Да Давайте как минимум Парочку людей Да Наградим Кого бы вот вы Надо Вике дать Надо дать Вике Вике надо дать Ты же любишь пони Ну я люблю пони Все любят пони Вике дадим Давайте дадим Виктория Да Красотка вам дадим А как же вот Андрей С бронелифчиком Бронелифчиком Я вас за Я считаю Бронелифчик тоже Это серьезная тема Может дадим Андрею Вике Даже скажу так Если вдруг Андрей Решит сделать своего орка У нас на фестивале Будет как минимум Один косплей Тоже из этой игры Только будет Светлая эльфийка У него будет товарищ По играм Да Да Он не одинок будет Не одинок будет Так что Андрей Точите нож И огромный меч Да 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 И вот вперед На фестивале Виктория Тогда мы даем им По два билета Да Спасибо вам Вы щедрые прекрасные люди И значит Мы попросим Викторию и Андрея Чуть попозже Через несколько минут Позвонить нашему Обязательно Офис-менеджеру По телефону 6700-1027 6700-127 Дозвонитесь Скажите Мы выиграли билеты На фестиваль Мы все можем объяснить Оставьте свой номер телефона Да И давайте это даже Под конец скажем Вот конкретно Где что будет Когда Приглашайте всех Да Ну приходите 2-3 августа В дворе скульптуры ВФ На фестивале Уникон 2014 Будет очень широкая программа Для всех возрастов Ограничений никаких нет Ну билеты в кассе Бирж-сервис Уже люди Просто посмотреть Могут переходить Не обязательно в костюме Мирные люди У нас очень широкая программа То есть можно вообще Не соприкасаться с косплеем Пойти мимо То есть компьютерные игры Фотовыставка Фильмы Рукоделие Танцевальное выступление Приставки Лекции Лекции Мастер-классы Шикарно Шикарно Огромное вам спасибо Удачи вам на вашем мероприятии Спасибо Спасибо А будем мы раскрывать тайну Кого все-таки будет О Сергей Расскажите об этом персонажи Я буду делать персонажи Из Игры Престолов Это будет Питер Бейлиш Мизинец Мастер монеты Чем известен он? Он мастер монеты был Сейчас он Выкрал Сансу И да И целовал ее в рот По-моему этого еще не было Было-было Было-было Целовал-целовал Надо-надо Было-так было Спасибо большое нашим гостям И всем кто слушал